Тишина потом. Ну, строго говоря, мы открылись 12 марта год назад, но поскольку 12 марта мы были в Новгороде с выставки Бориса Лазаревича, и о сегодня день рождения Бориса Лазаревича, основателя нашей галереи, мы решили, что мы будем отмечать день рождения галереи 7 апреля, тем более это вообще прекрасный день, благовещение, очень хорошее задание, очень хорошее число. И мы очень рады, что за этот год у нас получилось делать очень много. Во-первых, мы сделали галерею, в общем, с нуля, у нас появилось большое количество друзей, у нас есть люди, которые приходят к нам практически на все наши мероприятия, это очень хорошо. И у нас появился круг художников, с которыми мы постоянно сотрудничаем, и этот круг постоянно расширяется. Сегодня, в праздничный наш день, у нас будет следующая программа. Сейчас я представлю новую выставку работ Бориса Лазаревича Ашкулкова, основательной нашей галереи. Потом у нас будет показ-мод, эксклюзивная новая коллекция от Оксаны Заряновой. И после этого будет небольшой музыкальный концерт, постепианная музыка, в исполнении Сергея Астонкова-Младшего. Ну, и потом уже. Выставка. Сегодня мы представляем новую версию выставки Бориса Лазаревича. Мы решили, что в этот день был в галерее, и в день рождения Бориса Лазаревича Ашкулкова-Младшего основательной галерейской мозаевки. Потому что вообще это его первый главный любовь. Он начал свою художественную деятельность, именно с того, что освоил предусмотрительную галерейку, и стал в этом галерейке работать. Он любил старинный галерейку Мазаев, он мало того, что делал сам, забрал большую, очень интересную коллекцию, и в ближайшее время он будет надехать в музей, где будет эта коллекция представлена широкому уже зрителю, будет доступна. И мы выбрали небольшое количество работ, потому что каждая работа, выполненная в этой технике, это отдельная тема, это драгоценность, которую можно было показывать именно как драгоценность. И когда мы уже сделали экспозицию, я посмотрела, и подумала, что получилась очень весенняя выставка. Очень много зеленых оттенков, очень много вот такого чего-то внутренней энергии, роста, что, собственно, и должно быть. И нам это очень приятно, потому что я надеюсь, что первый год это только начало, а дальше мы будем расти и расцветать. Я надеюсь, что вы каждый найдете для себя в этих работах что-то созвучное, потому что интересное, конечно, я уверена в этом есть, но что-то созвучное. Абстракция всегда отвлекает в каждом человеке, в каждом находит другую свою струну, которая начинает нам звучать. Поэтому смотрите на эти работы. Они, во-первых, красивые, потому что это красивый камень, они интересные. И я хочу сказать, что Борис Иванович первый был человек вообще в мире, который стал делать абстрактные работы в глацетической мозаике. Хотя в Флорентике представлены все направления в искусстве, но абстракции не было. Итальянцы очень удивлялись и очень расстраивались, как же они не были первыми, не сделали это первыми. Так что мы приглашаем вас насладиться творчеством, основательно нашей галереи, вспомнить его еще раз добрым словом, потому что он действительно сделал большое дело. Он создал вот это прекрасное пространство, где всем приятно находиться, и мне в том числе. И приятно приходить сюда на работу каждый раз, приятно здесь общаться с людьми и делать много нового и интересного, большие планы творческие. Мы будем развиваться, мы будем делать то, что мы еще никогда не делали, чем позже мы об этом тоже расскажем. Я хочу, чтобы что сосказали друзья нашей галереи. Не только я, но и Трохина, да, известный искусствовед, друг Бориса Лазаревича, человек, который мы, в общем, тоже хорошо знали. Я думаю, что это не искусствовед, не разница, это техника, но можно попробовать. Я хочу сказать, что Бориса Лазаревича я знаю давно благодаря Абраму Григорьевичу Раскину, потому что Абрам Григорьевич Раскин это первый искусствовед, к кому обратился Борис Лазаревич еще в музее. И было наше посещение, я как свидетель живой, посещение нашего Абрама Григорьевича Бориса Лазаревича у него в квартире, в музее, в мастерской одновременно. Поэтому хочется действительно сказать, что то, что происходит вот сейчас, в данный момент, и живет галерея, живут работы, они как будто набирают мощь и силы через этот камень, через это тепло, через эту энергетику. Это изумительное искусство, это изумительное туалет. И именно этого дворца союз художников не принял. Поэтому Борис Лазаревич не то, что опустил рушь, он стал еще крепче, он стал еще мощнее, и стал творить более свободные расходы. Мы сами знаем, что является толчком в нашу жизнь. Для сильного человека толчок в жизни это препятствие к нему. Поэтому сейчас продолжатели дела. Людмила Николаевна, где вы? Супруга Людмилы, еще и видны. Сейчас. Да, да, да. Она очень стесненна. Людмила Николаевна, мы с ней общались буквально недавно. Вот сейчас. Да. И я хочу сказать, что это удивительная супружеская пара. Борис Лазаревич, конечно, превалировала энергетика. Людмила Николаевна была как птичка в морде. Вот она просто тихо рядом была. Сейчас она набралась его благодаря нему. Она сказала, а теперь я за двоих должна работать. Поэтому, Людмила Николаевна, мы вас поздравляем, продолжаем делать. Поэтому без этого друга, без этого последователя и продолжателя ничего бы, я так думаю, не получилось. 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 Более того, мы всех организовали, мы всех притянули. И мы дарим, вот, Настенька, дарим монографию. Здесь Абрам Григорьевич живет. Монография Огресский, кто я автором являюсь. И монография, они не дяты, потому что это искусствовед Абрам Григорьевич первый. И поэтому мы хотели, чтобы эти книги жили в этой галереи, в этом музее. Вот дай вам Бог удачи. Вам спасибо. Низкий поклон. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ